Друзья, приветствую вас. Сегодня у нас крайняя третья тренировка. Последняя тренировка, пока я ходу в Питере, а то некоторые от слова крайняя переживают. И вообще, ребята, меня удивляют с комментарием, как часто из-за всякой ерунды вы переживаете. Из-за слова крайняя, крайний, когда мы не хотим говорить слово последней. Кто-то переживает из-за золота, из-за красного автомобиля. Для меня, во-первых, тяжело живется, скорее всего, и вас может раздражает, что солнца нет, за окном вы переживаете. А еще в вашем городе, может быть, нет моря, и тоже вы переживаете. По другим причинам. Адам опаздывает на час. Вру, уже больше. Что-то с пунктуальностью в Питере у него не огонь. Ладно, я постарался об этом тоже не переживать, кстати, чего и вам рекомендую, потому что факапов сегодня было у меня куча. Нужно было получить бабки в банке в одном. Не выдали в другом банке, еще нужно было сделать одно дело. Тоже не удалось. А в моем личном состоянии, даже начался, начало меня раздражать немного это. Ну, думаю, не могу повлиять сильно, не критично, никто не помер из-за этого и плевать. Не знаете, сейчас вот просто решил записать подводку, пока Адама ждем. И, мало того, решил снять форму свою. Вы же знаете, вчера еще утром я посмотрел в зеркало и... Ну, что-то по форме неплохое. Терпимое. Хотя внутреннее состояние, состояние здоровья, ощущение своего здоровья ужасное. А сейчас сняли с Лехой форму на его охрененную камеру. Не знаю, в чем дело. Либо камера хорошая, либо я не так плох. Но визуально, на мой взгляд, форма гораздо... Просто в разы... В разы форма лучше, чем я себя чувствую. Большинство меня отговаривают, и я понимаю, почему. И, правда, я очень ценю вашу заботу. Отдельно от Денис Кьюцин, если ты смотришь это видео... Дружище, я тебе очень благодарен. Поверь, у меня хватит здоровья, чтобы поддержать ведущий Сибирь. Я туда обязательно приеду. И Адама Бакаров на приезде наступать. Поэтому готовь размещать Адама на плакаты. Мы проведем очень крутую, очень хорошую форму, которая удивит его людей, которые его поддерживают, взгляд за ним. Все скоро Адам уже придет в зал. Сегодня будет тренировка рук. Очень забавно. Адам так говорит, я хочу большие руки. Говорит, у тебя огромные руки, реально огромные руки. Но я понял, о чем он говорит. Ему хочется более пиковые бицепсы. И, конечно же, форма наших мышц задана генетически. Но я как раз таки из тех специалистов, которые считают, что незначительные изменения в форме мы можем предать благодаря тренингу, местам, приложения и силы, концентрированным движениям. И этим мы и займемся. Сегодня тренировка посвящена непосредственно развитию пика бицепса и общей массы трицепса. Потому что, я уже говорил, да, Адам они в балансе. А трицепс может и должен превосходить бицепс. Поэтому вот сегодняшняя тренировка для тех, кто хочет более пиковый бицепс и более мясистый, объемный трицепс. Друзья мои, смотрите, повторяйте. Я думаю, что чуть позже у нас будут возможности мы тренировочные эти схемы, которые выполнили, опишем в цифровом формате, сведем их в программку. Потому что, правда, уже один ролик вышел, вы верно заметили, что мы упустили момент, я упустил момент, назвать количество повторений и подходов. Я проговариваю их в ходе движений, возможно, вам это оказалось не очень удобно, поэтому вот эти три упражнения... Это не у меня телефон. О, Адам звонит. Алло. Привет, привет, привет. Это для тебя сигнализация сработала? Понял. Все, переключи, заходи. Мне надо пойти встретиться. Скажи, на съемке приехал, переключ. И в раздевалку, сейчас я буду узнен. Все, Адам прибыл. Слава Богу. О чем-то я говорил. Вот, опишем мы программы. Я пролистал сегодня комментарии. У меня было много времени, правда, я тут на мае так посидел на диванчике. И очень мне стало... Опять же, непонятно. Я озвучу свой вопрос. Может, это поможет мне разобраться. Один из ребят написал, типа, зачем вообще Адаму тренер? Я вам расскажу, как все произошло. Когда мы были в Краснодаре, это было при Алексее, это было при Роме Калиулине. Я тренировал Рому. Мы были в зале Диггер. И Адам был с нами. Мы делали ролик для канала Генетик с Адамом, как с новым членом Генетика. И когда я тренировал Рому, Адам произвел фразу. Может, подготовишь меня? Я говорю, да, конечно. И это все было так с улыбкой. Мы вместе тренировались. Я давал задания ребятам. После чего мне приходят сообщения от Адамы. Ну что, мы готовимся? И только тогда я понял, что это было не в шутку сказано. Вот в чем дело. Вы поймите, не я предложил Адаму свою... свою услугу. Не знаю, как правильно выразиться. И тогда я понял, что Адам обратился ко мне действительно за тем, чтобы мы вместе готовились. И скажу, что человек очень популезно относится на самом деле к тому, что я прошу делать. Анализы, БАДы, потому что, скажу честно, состояние общего здоровья, общая реология крови Адама мне не понравилась. И уже скоро будет контрольная пересдача анализов. И мне очень важно не только сделать форму, но и максимально восстановить здоровье. Потому что Адам пахарь. Сумасшедший пахарь в зале, но и, как очень многие спортсмены, как и я, как-то пускают моменты для того, чтобы себя сберечь. В этом тоже моя задача. Поэтому, ребята, Адам к нам не обратился. И я очень давно его знаю, когда еще... Я не был в таком понятном выражении Руслан Халецкий. Сейчас мы это произносят, какие-то журналы, каналы, мероприятия. И это уже определенное имя. Я помню те времена, когда Адам Абакаров для меня был вау. То есть вау, в железном рейтинге Адаму. В каких-то каналах Адаму, на Джо Би Адаму, на сцене чемпионата России, или Юга России, или в Питере Адаму. Я смотрел, мне очень нравилась эта форма Адама, именно его финическая харизма. И я прекрасно вижу, что мы можем довести, доработать, улучшиться. Я знаю, что он еще Россию не выигрывал, а я хочу, чтобы Россию выиграть с тобой. Я знаю, что он может. Я, кстати, заметил, когда я в таком тяжелом самочувствии много говорю. Поэтому давайте сейчас идем Адама встретим, если ему вдруг что-нибудь выдали ключ. И приступим мы к тренировке. И напишите, не слышите мне длинные ролики у нас? Потому что я... Ребят, вы крутые! Вы смотрите эти длинные ролики, и поэтому если не хочется с вами делиться знаниями, опытом, возможностями, вы огромная поддержка. И также скажу, что я прочитал, потому что отклик вызвал супер-мега-предтренд, и мы этим вопросом займемся. Лимитированную серию точно сделаем в мешках с простыми наклейками для максимальной экономии, с мега-составом. Я вам обещаю, мы их выигрываем только на сайт Генетика, с максимально возможной скидкой, чтобы вы могли кайфануть, в хорошем смысле этого слова, и получить супер-продукт по супер-цене только для вас. Я даже, возможно, исключительно на ютубе и в инстаграме дам информацию для своих подписчиков. Даже больше не рекламировать не будем этот продукт, чтобы он остался только вам. Потому что вы наши силы. Адам готов, ребята. Он сегодня выспался. Многие из вас уже знакомы с одним из моих излюбленных упражнений на руки. Но оно с небольшой, так скажем, модернизацией, в постоянно супенированном положении. То, что хочет. па-дам. И наша задача с тобой сразу. Ну, вы, чтобы вы знали, размялись, естественно, не думайте, пока Леша пил, клеил девчонок, ходил за камерой. Он всем говорит, что он просто продюсер, потому что у него камера дорогущая. Итак, с верхнего положения, статики, но с максимально развернутых пистей, максимальной супинацией мы держим и по одной руке выполняем движение. Руки уводим прямо вдоль корпуса. Вот это в нижней точке, не поворачивая, мы ее чуть-чуть вводим. И отсюда вес уходит? Вон, 12. И важный момент, беремся за рукоятку максимально глубоко к внутреннему диску, чтобы вес гантели помогал нам выворачивать кисть. Корпус вперед, подсогнул колени, чтобы было постоянное давление, чтобы гантеля постоянно тянула. И патал. Одна рука ушла, и вернулась из форума. Тут, нет, ты снимай его, а я буду говорить. У нас будет профессиональный, видишь, тебе не придется дорожку монтировать звуковую. Почему я прошу наклонять корпус вперед? А вся суть в том, друзья мои, что с учетом мы создаем постоянную нагрузку. Вектор силы от гантелей постоянно давит на лучевую кость. Если спортсмен будет так максимально прямо и выведет локоть вперед, окажется, ситуация такая, что в момент пикового сокращения не будет нагрузки веса. Обидишь, прям. В этом-то и суть, друзья мои. Да, тут очень сильный пат. Если спортсмен будет держать руку вот таким вот образом, да, казалось бы, вроде бы, вот у нас сокращенный бицепс, вот он кругленький, но вес, проходя вектор силы через кулак, вдоль лучевой кости, получится, что мы держим его плечом. А нам нужно за счет наклона создать вектор силы, который будет постоянно нам пытаться разогнуть руку и тем самым нагрузка будет постоянной. Постоянная нагрузка на мышечную группу является фактором роста. Не забывайте и не упускайте этот момент. Давайте сразу спросим у Адама. Адам, как тебе в таком формате движение? Очень тяжело, больно. Больно. Забивка идет очень сильно. Конечно, максимальный памп. Ну, у меня руки всегда, в принципе, у меня вот грудь, руки, это те мышцы, которые я всегда кладу вес, не потому что тяжело, а потому что боль бешеная. Мы сейчас добавили количество полезных, полезных жиров, да, у Слава мне довольно много жиров, у нас около 20 граммов омега, да, у нас с тобой лецитин и МСТ масла, вот, поэтому как бы это должно немножко тоже ну и на легкие кальяны перешел Адам и сократил их количество. Я же, я-то подписан, я-то слежу и раньше, раньше сторис у Адамы вечером без дыма не было, а теперь регулярный прям у нас зор, у нас дорога. Он так просто не снимает теперь. Погнали. И будем идти весом, а до тех пор повышать веса, ну, колени подсогнул, корпус вперед. Будем повышать веса, мы, ребята, до тех пор, пока я не увижу, что в статике его будет очень сильно тянуть. То, что рука постепенно разгибается, это понятно, это нормально, очень сильная негативная фаза, постоянная. В общем, на самом деле, друзья мои, этим упражнением можно даже ограничиться и идти по с него домой, потому что оно, я считаю, одно просто из самых великолепных для развития ваших рук. Все. Взорвутся сейчас. В этом формате выносливость, славую, ребят, очень хочу повышать. Мне часто пишут, да, что там на памп, бета-аланин или цитрулин. Друзья мои, бета-аланин это не памп. То, что у вас пощипывает, это просто эффект вещества и не у всех он есть. Меня он бесит безумно, на самом деле, потому что у меня пощипывает, ну, мышь тут, мышь, а? Тут, у тебя тут, да? А у меня пощипывает лицо, затылок и самое неприятное, ну, сейчас дети, девушки ушли, сука, подмошонкой, блядь, тебя пипец покалывает, ходишь, думаешь, что это мое. В общем, меня с дикой бета-аланин прям всего колет, я ненавижу этот эффект, меня он вымораживает, отвлекает, поэтому часто я пью бета-аланин вообще утром, его необязательно пить перед тренировкой, потому что он обладает накопительным эффектом и по факту бета-аланин у нас является прекурсором карнозина, просто карнозин мы не можем употребить, он будет разрушен нашим же КТ, а вот бета-аланин мы выпиваем, отлично усваиваем и он играетесь прекурсором карнозина, а карнозин тоже чисто ваша выносливость, вот, а как раз струлинный аллергенин это уже, там говорит, хватит пиздеть, давай, говорит, качаться, давай качаться, но, я не сделал, ну по 8, 17, то по 8, друзья, напоминаю, что мы работаем на общую массу рук, на бицепсе, у нас основа это, пик, это короткая головка, поэтому у нас постоянно субинированные руки, причем удивительно, реально, у него сила, у него рука даже не плывет вниз, а, 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 он с таким лицом уходит, мне кажется, он мне когда-нибудь пристает, а, 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 и, а, а, 12 повторений с отдыхом между подходами порядка 90-120 секунд время под нагрузкой на один рабочий подход 30-40 секунд следую вашим просьбам, вашим комментариям, постараюсь описать все, что мы выполняем движение выполняем крюком, таким вот образом, с подтяжкой к себе тут краски мы растягиваем до украли и в верхней точке, пожимая плечами, чтобы довести выше изгиб так? да точно так как слушать 10 Делаем тут мы два подхода Первый сейчас в десяточку вывезли Ну а второй подход делаем на 4 повторения С чуть большими периодами отдыха Именно во время движения На следующий на 14 Я жду нашей поездки в Ростов Друзья, если вы на юге России Не только в Ростове Если вы в любом городе, из которого можно туда добраться Мы вас ждем 11 числа У наших друзей и партнеров С тематином Спарта На семинаре Адама Абакарова И Руслана Халецкого Мы привезем подарки Мы привезем интересные истории Мы привезем методики тренировок И правильного питания Поэтому там еще будет, я уверен, чудесная погода Будет большой-большой спортивный праздник Я там буду четверга вечером Адам и Вернатори приедут пораньше Мы в инстаграмах В инстаграмах мы оповестим, где мы будем Адама там знает Просто каждый и любой клуб За честь, за гордость, за радость Будет нас встретить Мы уточним, где мы будем заниматься Сообщим вам, чтобы вы могли попасть в эти залы Вы там занимаетесь, чтобы вы могли прийти С нами пообщаться, потренироваться Девчонки, Леха тоже приезжает, если что Ссылку на Леху тоже вставишь там внизу Вот поэтому ждите Сентябрь, 11 число Семинар Это суббота получается В пятницу мы весь день в городе Мы кушаем, отдыхаем, качаемся Качаемся в одном из залов Ростова Поэтому до скорой встречи, друзья Мы будем вас ждать А сейчас наше следующее упражнение Три подхода Сгибания на бицепс Стоя одной рукой С нижнего блока С тросовой рукоятью Выходящей в сторону большого пальца В супенированном положении Руки Вы прикиньте, выговорил Если я решил писать книгу, то я забоюсь ее читать Стали комфортно Рука в упоре Трос в сторону большого пальца Тебе комфортно? Он конечно повыше меня И концентрировано, подконтрольно Мы сгибаем Подглаз повторений Он сильный Подглаз еще Не, ну это много, сорок Я болею Это жестко, жестко, прям жестко Восемь Нет, нет, сорок прям очень жестко Так, а как вот так держим, правильно? А? И не в сторону большого пальца троса напротив Вот так Вот так Вот так держим Тут трос у тебя постоянно сюда Ага Да Все уже поняли, что мы добавим в следующем подходе? Я знаю Чуть-чуть Руки Да Не загибай в себе Мы в Москве были Короче, снимаем видео Я Водянов Еще пару Таких силовиков Огромных Угринов Ноги, короче Там по 280 По 300 Присед Тут приехал Юра Спасапуковский Снимать видео, короче О тренировке ног Мне нравится Он стоит такой Дорогие друзья Ставим гучку вот так Без веса делаем Раз Два И тут сзади Вставай 300 Штанга висит Юра так посмотрел Пойдем В другом месте с ним В другом зале В нормальный зал поедем По-моему там Если я сейчас сделаю 40 на 10 Если в ББ карьера не пойдет Можно в Варбросле Переквалифицировать Вася Тебе привет Если что, да? Ух 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 Херовый из меня, арбез Нормальный У нас впереди еще молот стоя Потому что не забывайте, друзья мои Что ваша рука Это не только ваш бицепс Но и брахиалист Плечевая мышца Которая пролегает Под бицепсом Но в процессе тренинга Она его Выталкивает наверх Плюс Когда мы там посуше Ее там даже заметно Немножечко Кроме того Она очень хорошо реагирует И Она тренируется Грубо говоря отдельно Да? Потому что тут мы Супинируем А там наоборот Молотковые движения Да? В таком положении кисти И приятно делать На самом деле Молот Потому что веса Такие очень даже Приличные Смотрите Замечательно Весело Задорно Поэтому У нас еще будет 3 подхода Молота А после мы Перейдем к работе На трицепс На трицепс Упражнения Два из которых На длинную головку Одно из которых Возможно будет Немножко отличаться От традиционного Вами Общепринятого Выполнения Кто то скажет Ересь Еретик И на костер его Кто то промолчит А кто то попробует В зале и поймет Что это Один из вариантов Который может Разнообразить ваш тренинг Который будет весьма эффективен И как обычно я постараюсь Объяснить Почему именно Такой вариант Я считаю Оптимальным Для выполнения В транжорном зале Это будет Разгибание Разгибание рук Французский жим Лежа Под обратным наклоном В общем уже Уже покажу Во время движения Потому что Супинируй кисть Максимально сильно Пожалуйста Потому что В обычном жиме Меня смущают Некоторые моменты Я это меняю Красава!!! Оууууу... Он так спрашивает в 34, а я не знаю, это типа я мало сказал или много, и мне неловко, разберемся. Ну, хера в 34. Ну, у кого глаз-то, алмаз? Ну? Вообще, задача была 8-10, но просто надо побольше отдохнуть, и по 8, я думаю, 34, еще 2 подхода. Я попал в вес? В смысле нет? Ты же сделал. В смысле? Без рывков, без раскачиваний, четко все. Попал же в вес. Ну, может быть, 2 килограмма не добрал еще. Ты еще приедешь? Знаешь, что меня радует? Я как раз хотел сказать, что я завтра в 9 часов отсюда свалил. Ну, все, он скоро к тебе приедет. Я же пролечен. А там, говорит, в Краснодаре тепло, зимой плюс 18 бывает. Мот, говорит, привози потом Краснодар, мы там, говорит, покатаемся. Если бы вы, друзья, знали, как я горжусь такими бодибилдерами к кодам, которые в зале работать могут с большими тяжелыми весами, чисто. Потому что это и гордость, и лицо нашего спорта. Потому что, когда кто-то скажет, что бодибилдеры слабые, просто там, расскажите про жим Адама или про то, что человек там одной рукой, практически 2 мишка цемента, в конце комплекса на руки, уже там, каким, 18-м сетом хреначит, как бы. Ну, и все, что говорит, у меня, говорит, кровью сильно забилось, как бы, ну, вот. Кому там бодибилдинг кажется не спортом, вы это, член своего парня изо рта вытащите сейчас, как бы, и подумайте еще раз. Если кто-то не понял, я имею в виду, что вы пидарасы. Ну, мало ли, просто кому-то ума не хватило понять, какой сложный English joke каламбур. Я даже реагировать не буду на вот этих вот. Тяжело, за голову тяжело. Отлично. Блин, 18. Так, как я стою? Ты стоишь. Пошел. София надо будет. Во, вот, интернальная точка, вот отсюда и мальчик. Во, отлично. Нет, корпус не закидывай. Корпус, как, 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 в фото лопать. Значит, расстроенили. Ух... 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 Могли обратить внимание, друзья мои, что в основном я сторонник, если позволяет здоровье, упражнений стоя. Почему? Это функциональнее. Это на самом-то деле, если быть честным, и безопаснее для вашего тела. Ну и плюсом, это, конечно, более энергозатратно. Повышенный энергозатрат на тренировке позволяют нам потом поплотнее, получше поесть на самом-то деле, поэтому движение стоя я люблю больше, у меня движения не сиди как-то так-то особо. Если можно обойтись без них, то я делаю много. Мне кажется, ему все нравится. Французский жим обычно нас опускают на лоб, да, вот я все делаю, да, и разгибают над собой, да, и получаем мы сразу проблема номер один. Когда мы разгибаем в классическом варианте французский жим, я уже говорил, вектор силы идет через руку в плечевую кость. Мы лежим на скамье, по сути, это впитывая сокращение трицепса, то есть сокращаем его максимально, но при этом не имеем нагрузки сопротивления весу. Чтобы получить нагрузку, нам нужно сместить электросилы вот сюда. Значит, в финальной точке нам нужно руки разгибать, да, не над собой, а уводить сюда. Но максимальное растяжение мы получаем, когда опускаем штангу, даже не колбу, а немного облегчит переносицы. Значит, движение выглядит вот таким образом. В нижней точке мы разгибаем руки над переносицы, а разгибаем руки, словно немного упрямляя их наверх. Вот такое вот так будет движение. И как раз-таки небольшой абортно-даклон позволяет нам комфортно откинуть локки назад и создать дополнительную нагрузку в пиковом напряжении сокращений трицепса. Главное, чтобы и крадам поместились в тренажер. Да, все, отлично. То есть, да, наша финальная точка... Я услышал. Я услышал, понял. Он тонко сказал, чтобы я свалил. Так, еще больше на меня буду, чуть-чуть. Вот сюда, вот. Вот сюда, вот. Забирай, 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 забирай. Кайф. Рвет прям, рвет. Как надо движение. Тяж, прям, какой-нибудь стрель. Весьма такая травмоопасность. И поэтому он не... Поэтому, естественно, скижим стык и не первым упражнением. Поэтому мы сделали и разгибание. Так, чтобы понимать, пока я болтал тогда, Адам выполнил 60 разгибаний умеренным весом, стоя, чтобы размять локоть. Важно. Что важно нужно делать. Но зато вес... Вот тут мы технически, да, тут технически более сложны. Сюда подвинь. Тут локоть смести, чтобы была нагрузка. Потому что, понятное дело, Адама силы хватит в обычном варианте книжном выполнить... Сотку. Сотку. Реально сотку сделает. Но это будет сумасшедший вес, который давит в суставы в этом положении. А пропускать на лоб, дико выламывать локти. Это будет прокачка ЧСВ. ЧСВ? Вот эта тема мне очень важна. Да? Хорошо движение? Хорошо. А если, ребят, нет такой скамейки, кстати, в зале, это все просто делаем. Я покажу, как я не буду делать сейчас. Всегда степ. Можно принести степ под обычную скамеечку и получится обратный наклон. На самом-то деле, ребят, тут хитрость. Это буквально 15 градусов наклона плечевой кости в пиковом сокращении. Давай весить, давай весить немножко, пожалуйста. Джим, давай, что-то добью. Я же помаловал. Для жима мало. Я еще с 2011 года делал вот так. Просто становился на ровную стани. А, в мозг? Один на угол, да. И просто делал два стани. Тоже вариант. Не комфортно. Не комфортно. Видите, ребят, не слышно было на микрофон? Адам просто вам показал, что можно просто встать в имитацию мостика для того, чтобы сделать такое положение тела, которое мы тут получаем на наклонной скамейке обратной. Да, и просто приподняв поясницу, таз, включаете наклон, и сможете выполнить похожее движение. У нас тут еще один подход. Вот, я подсобрал локти лучше, да. Себе не давай разъезжаться. Думаю, что еще пять вывезешь. Четко. Пять сказал. Пять сказал. Уже всем напрягался, чем мог, да? Да, отлично. Тут мы уже добиваем. Только давайте здесь. Ну, понятно. И выжимаем до конца, да. Который чуть прямее. Корпус чуть прямее. На борт, на борт прямее. Вот. А руки уходят. Вот с себя прямо, да, в глубину. Блин, ну, да. Тут у нас трос постоянно тянет. Ворота нету? Нет, нет. Я просто просто ровно делаю. Просто. А что мы с тобой не предплечье качаем? Что там? О, блин. Грец, давай еще, еще. Тут легко, тут легко. 70. Что вы сейчас разжете его, парк? Блин. Давай, 15. 70. Да, на 15 раз. У меня жгутки забили. У тебя отлично все. Теперь ты пока снимаешь, опять заказываешь этот голос. Сейчас, ребята, обратите внимание на положение корпуса, и особенно на ноги. Посмотрите. Нету разножки. Никогда не вставайте в разножку. Это очень вредно. Это вызывает вращательное движение в поясничном отделе. Это провоцирует будущие грыжи, в частности, тело 5С1. Традиционную грыжу культуристов. Поэтому вот это положение, когда ноги стабильны, ноги параллельны, жесткая зафиксированная рама корпуса, это правильно. Это подход крайний. Когда ты выкачешься, мы сбросим. Мы еще делаем 3 раз. Так. И теперь поехали. Уже до полного отказа в читинге мы добиваем. Сейчас будет легко. Первые 5. Мои руки сами не разрываешь. А ты потом дальше убиваешь. Пока уже не будет отказа в читинге. Буду покороче. Они не выпрямляют. Сколько работает, столько работаем. Все, пиздец. Значит, еще 5. Рывками приседай, с губами тяни. Ты просто не работаешь. Они не сгибаются. Дай, дай, дай. Они не сгибаются, бля. Я все встаю. Вот моя лучшая движение. Все? Все. Мы сделали руки, друзья мои. Делайте с нами. Делайте лучше нас. Будьте лучше нас. Будьте здоровы. Берегите себя. Специально для вас. В город-герой. В Санкт-Петербург приехал Адам Абакаров. Я безумно рад. На самом деле, я не знаю, что бы я делал, чтобы не приехал Адам. Наверное, я бы просто лежал дома с градусником под мышкой и чувствовал собственное, ничтожное собственное существование. За неделю до турнира, вот так вот, блин, подхватить какую-то болячку. Но благодаря этому человеку я встал, я двигаюсь. И вы не поверите, но я считаю, что пусть я не могу тренироваться на то, что мы сейчас вместе, то, что я каждый день на ногах, я хожу в любом случае, это какой-то расход энергии. И если я буду стоять на сцене, когда я буду стоять на сцене, в следующее воскресенье, и если я буду выглядеть достойно вашего внимания, то частично эта форма и эта возможность, благодаря тому, что Адам мотивирует, он находится здесь, это для меня очень ценно. Еще раз повторю, что скоро вы увидите нас в Ростове. Приходите, погадаемся с вами. Пока. Пока, ребят.